У нас сегодня на повестке дня не то чтобы обзор, а больше, наверное, информационный выпуск. Все давно знают, что я сотрудничаю с Wedge. И, собственно, у них появилась новая линейка под названием Old. То есть, как мы все знаем, поначалу все думали, что Wedge это нечто крепкое, потому что все очень похоже на Darkside. То в данном моменте оказалось, что Wedge на самом деле очень легкий, приятный табак и очень-очень жаростойкий, что его прям реально приходится очень долго греть. Но при этом он и не перегревался так быстро, как многие табаки. Так вот, у нас теперь появилась у компании Wedge появилась линейка Old. В принципе, внешне ничем это не отличается от, допустим, старой партии в плане упаковки, но здесь вот появился маленький стикер Old. То есть, линейка сама по себе крепче, здесь побольше идет ферментации, в плане того, что здесь побольше, как бы, я не разбираюсь в этой всей херне, хотя уже должен был. Да, короче, он стал немного крепче. Все сейчас скажут, ну а хули, любой табак можно сделать крепче, хуйнем туда побольше жидкого никотина и будет заебок. А то здесь немного история другая. Здесь поменяли немного сырье, взяли более покрепче и, собственно, получилась у них крепкая линейка. Она не настолько крепкая, чтобы ты рвал себе горло и все остальное, да. Также табак, он спорный. В плане не моего мнения, а мнения людей. То есть, мы возьмем, я уже многих людей спрашивал, типа, как вам вэдж? Я многим раздавал вэдж, кто ко мне приезжал домой. Кто-то говорит, блядь, заебок, кто-то говорит, блядь, я таки не смог его раскурить, да. Многие говорят, что не очень. Поэтому он спорно, оно уже субъективно. Ой, объективно. Если я как-то пытаюсь по максималочке выдать объективность, но больше получается субъективность, потому что на вкус и цвет все фломастеры разные, то спросив энное количество людей, можно оттуда вытащить какую-то объективность. Так вот, по линейке Олд многие люди сказали, что он чуть-чуть стал крепче, но именно без вот этой хуйни всей, которая называется жидким никотином. То есть, на горло это сильно не давит. Он стал поприятнее. Здесь больше идет крепость именно от сырья. Так вот, давайте посмотрим, что у меня здесь есть по вкусам. Это бромбери, который я сейчас забил себе. Я его, собственно, курю. Натс, орешки, ватермелон айс, ананас, суперфрозен. Кстати, ребят, кому, допустим, дорого покупать тот же Апач Фризи, либо суперновый, то суперфрозен это альтернатива прям вот заебок, да. То есть, и стоит она всего 790 рублей. И также, кстати, я выбил у Веджа промокод на скидку 150 рублей с каждой пачки. То есть, если сейчас пачка 250-граммовая Веджа стоит 790 рублей, то если ты будешь на сайте заказывать и вбивать туда промокод DAVA, на английском языке DAVA, да, то есть, как вот здесь написано сейчас, то скидка у тебя будет на каждую пачку по 150 рублей, и это примерно выходит, то есть, точно выходит 640 рублей. Могу ошибиться, да, 640 рублей за 250 грамм нормального, хорошего табака. Это недорого в наше время с подорожанием акциза и всего остального. Так вот, чтобы его полноценно прогреть, раскурить, требуется прям хорошего запаса времени, да. Но потом можно не переживать, что продукт будет гореть. Если сравнивать обычную линейку и линейку All, то я могу сказать, что крепости прибавилось примерно на 20-25%, и это стало немного покрепче и чуть-чуть поприятнее, потому что прошлая линейка Веджи, то есть, она до сих пор и есть, она была достаточно легкая и жаростойкая, и как бы это какой-то получался, знаете, такой непонятный конфуз этого всего. Вроде бы и жаростойкая, и легкая, и мне было это максимально непривычно, да. То, что мне легкая, легкий табак приходится греть, глядь, 7 минут, 7 минут. То здесь сейчас, да, я чувствую хорошую крепость, и, соответственно, я его как бы поэтому и грею, чтобы было как можно крепче. Ну, собственно, а мне этот табак нравится, поэтому я выбил промокод на 150 рублей на каждую пачку у производителя, чтобы люди как бы побольше его попробовали и, наконец-то, смогли для себя открыть это. То, что Веджи достаточно хороший табак. Да, был у ребят хуёвый косяк, блядь, то, что они всем предлагали бабки. Но, блядь, бывает хули. Поэтому, как бы, 640 рублей за 250 грамм, это охуенно. Промокод DAVA на сайте 3WVEDGE, короче, ты его здесь видишь. Вот сейчас я его курю, в принципе, я не чувствую ничего по горлу. Я не чувствую никаких каких-то химических примесей. Такой сладкий ягодный вкусик, дымненький. И я уверен, что его можно будет прокурить ещё, как только я начну монтировать этот видос. Поэтому, я думаю, всех я уведомил, что есть линейка OLD, и она будет стоить 640 рублей по промокоду DAVA. Я, наверное, вас всех заебал просто. Ну и, собственно, это VEDGE, новая линейка OLD, которая будет немного покрепче, знаете, такая вот старенькая-старенькая линеечка. Так что ставь лайки, пиши комментарии, обязательно заходи на сайт VEDGE и заказывай с промокодом DAVA на английском языке. Всем пока!